Всем привет! Вот просто ставьте лайк, если тоже ждали обнову сегодня. Мне почему-то казалось, что она выйдет в среду, но видимо её сегодня уже не будет. Ладно, не будем о плохом. Сегодня я вам покажу топ 5 персонажей для одиночного столкновения. Пятое место в моём топе занимает Карл. Почему именно он? Потому что он сам по себе достаточно сильный персонаж, у него много хп, хороший урон, кирка быстро возвращается на ближние дистанции. Так, а что это? Мне сначала показалось, что Шелли с Дэрилом затимились, а оказалось, что всё нормально, Шелли просто оказалась крысой. Вот, и ульта у Карла, которая позволяет ему быть более мобильным, то есть вы можете уйти там от врага или, например, блин, наоборот, кого-нибудь догнать. Так, сейчас что с этой Шелли делать? Придётся в кусты уходить. Кстати, хочу сказать, что этот топ является моим субъективным мнением, то есть я рассказывал про персонажей, которые мне нравятся, которые, на мой взгляд, самые сильные в одиночном столкновении. То есть у вас может быть совершенно другой топ, например, вам нравится играть на нити, она у вас пассивка, вы считаете её сильным персонажем. И это нормально, что у каждого своё мнение по этому поводу. Так, ну что, сейчас надо поджать спайка. Так, надо отходить от этого спайка. О, прикольно получилось, я его даже добил. Так, кто на центре? Надеюсь, там никого нет. О, хорошо, там снизу нита, справа. Что, нита? Серьёзно? Я играю на 500 кубков, здесь же не должно быть нубов. Ну, видимо, человек посчитал нужным взять здесь ниту. Так, давайте добьём Шелли и ультой добьём ниту. И хорошо, Карл заслуженно занимает своё пятое место в топе. Четвёртое место в моём топе занимает такой персонаж Пэм. На самом деле его многие недооценивают, но поверьте мне, что он очень силён. Так, я заметил тут Була. Да, он до сих пор там сидит. Что он там делает? Ну, понятно, такая, знаете, тактика крысы. Стоять в кустах всю игру. Пэм очень сильный персонаж, у него большое количество хп. И когда у него будет хилка, он ещё сможет, как бы, ставить... Ну, использовать её как щит. То есть хп у него станет, можно сказать, ещё больше. Ну что, тут опасная ситуация, я не могу идти на центр. Вообще он для Штольни не особо подходит, потому что у него урон, так скажем, по прямой. И здесь, конечно же, стенки. Хоть они и раскрываются со временем, всё равно он здесь не особо себя показывает. Так, Брок с четырьмя банками. Я не знаю, что с ним делать. Можно, конечно, попробовать поставить хилку и зарашить. Ну, давайте сейчас попробуем зарашить. Так, без хилки. Пока что её, наверное, не буду тратить. Так, ну что, надо понемногу так стрелять. За счёт того, что у меня урон продолжительный. Так, я его должен убить, ничего себе! Он меня чуть не убил. Называется, решил сэкономить на хилки. Так, ну ладно, всё обошлось. Бул, что ты там делаешь? Почему он не вышел-то оттуда? Ну ладно, ему тут уже ничего не сделать. О, остался всего лишь последний противник. Это Шелли. Причём со скином, видимо, какой-то прона Шелли играет. Раз прикупил на неё такой дорогой скин. Так, надо уходить. Во, настало время поставить хилку. Так, ну что, мне нужно стоять в зоне действия моей хилки. На самом деле. Сейчас по нему метеорит пальнёт. Отлично. Он меня как-то продамажил сильно. Надо отходить. Нееет! Ну чуть-чуть не добил. Ну ладно, Пэм всё равно очень сильный персонаж и занимает четвёртую строчку. На третьем месте оказался тоже такой очень интересный перс. Который называется Дэрил. Многие скажут, ну типа он не подходит. Его там будут перестреливать, там стрелки, да. Но я вам так скажу, что если на нём аккуратно играть. Правда, это не про меня. Я сейчас на штольне зашёл в кусты на нём. Вот. То на нём можно творить просто такую дичь. То есть на нём можно просто по КД ульты всех убивать. А ульта у него аресается достаточно быстро. Так, там на центре бул. Опасно, опасно. Шелли, которую я решил не включать в мой топ. Потому что мне не нравится тактика такой крысы. Когда просто набиваешь ульту и там стоишь, ждёшь в кустах. Ну не то чтобы крысы, но просто мне не нравится такая вот пассивная игра. Так, ну что. Дэрил. Ой, какой Дэрил? Бул. Мне кажется, надо нам сейчас объединяться против булла, потому что у него 7 банок. И хоть как-то раскроется в конце, всё равно у него уже есть преимущество над нами. Так, и он просто всех продолжает убивать. Так, кроу. В кроу можно залететь. Так, а на что надеется этот кроу, я не понимаю. Я же его легко убью. Отлично. Ну вот, собственно, о чём я и говорил. То есть просто залетаешь в какого-нибудь слабого врага и всё. О, а мы остаёмся вдвоём с Дэрилом, надо уходить. Так, надо бежать. Надо бежать. Давайте его попробуем обмануть. Он подумал, что я пошёл в ту сторону, но на самом деле нет. Так, хорошо. Здесь я его обманул. Но как мне отсюда выбираться, я даже не знаю. Надо пострелять. Надо просто не давать ему регениться. Нет, метеорит. Вот почему он именно в меня-то полетел? Вот почему не в булла? Метеорит, лети в него. Так, очень опасная ситуация. Мне нужно сейчас просто... Вот, да. Глядите. Мне нужно от одного удара увернуться. И просто потом сбивать ему реген. То есть уворачиваться, накапливать ХП и потом сбивать ему реген. Так, давайте попробуем это сделать. Сейчас я снова порегенись немного. Так, стреляю. Стреляю. Ну мы просто наравне идём. Как вы думаете, кто выиграет? Так, нет, ХП вообще нету. Надо регениться. Сейчас я буду регениться. Так, ну давай, булл стреляй. Отлично он пострелял в меня. Так. Какая же эпичная битва у нас. Но залетать я в него не могу. Да! Первое место. Просто Дэрил Эмба. Ну а на втором месте в моём топе оказался Бо. Персонаж отличный. У него хороший урон. Отстрел его. Опять же, неплохой запас здоровья, как у всех предыдущих бойцов. Вот. Но у него есть особенность, что, во-первых, он с пассивкой видит в кустах. Это очень круто. Вы просто можете не бояться никаких крыс. Ну а на штольне вообще очень комфортно играть. Ну и, конечно же, его минки, которые могут просто убить врага. Ну, на самом деле, многие ульты могут убить. Например, ульта Брока. Вот. Но у него мины, вы знаете, можете... Вы можете их закинуть просто в какое-то случайное место. И какой-нибудь враг просто пойдёт на них, наткнётся и умрёт. То есть это очень мощно. Очень мощная ульта у него. Так, ну что. Глядите. Вот я просто вижу булла, а он меня нет. Он даже не понимает, что я сейчас на них нахожусь около него. Сейчас я, кажется, спалюсь. Так, надо добивать булла. Что? Какой же рак? Как я в него не попал-то? Ну ладно. Так, ну... О, нет! Булл и Пельприма на меня пошли. Я их даже не видел. Конечно, радиус дальности... Радиус видимости, точнее. Не такой большой, но ладно. Так, надо с этим буллом попробовать разобраться. Я его вижу. Он мне ничего не сделает, в принципе. Так, Пайпер тут наглеет. Ещё тут бул. Ну, давайте в булла постреляем. Так, буду стрелять наводя удар. И последний выстрел. О! Надо было автоатакой стрелять, что... Не, ну тут просто я рак. Я слился, как полный рак. На самом деле, был топовый персонаж и занимает второе место в топе. Ну, а на первом месте, как вы могли догадаться, ну, может быть, кто-то догадался, первое место занимает 8 бит. Почему? Потому что у него самая имбовая пассивка в этой игре, это перерождение. Это просто такая имба. То есть, у всех в столкновении, да, одна жизнь. Ну, в одиночном. А у вас две. Это очень круто. К сожалению, он у меня без пассивки, то есть, он у меня 8-го левела. Но я играл на аккаунте друга, ну, как друга, Соклана, где у него есть пассивка на 8 бит, и это просто имба. И сам персонаж по себе очень сильный, то есть, урон просто огромный у него. Вот единственный минус это скорость, конечно. Скорость, да, подводит. То есть, на нем не получится там мансовать от кого-то, вот. Но все равно он просто очень имбовый. И, по моему мнению, он является сильнейшим персонажем для одиночного столкновения. Так, мне нужно чекать. Так, сейчас закину сюда свой баф. И, глядите, он мне просто будет подсказывать, когда кто-то просто пойдет из кустов на меня. То есть, вообще, прикольная тема. Так, там Шелли с 10 банками тимится с Буллом. Что? А зачем тимится? Я не понимаю. Две крысы затимились. Это что вообще такое? Так, тут Булл. Я могу, на самом деле, добить Булла. А то это еще тиммейт Шелли, да? То есть, мне нужно его убивать. У него еще щиток, правда. Ну, ладно, я его должен перестрелять. Так, он тут зашел в кусты. Так, Эль Прима, Эль Прима, живи. Мы сейчас, можно сказать, 2 на 2 остались. Если Эль Прима согласен со мной тимится. Но сейчас, походу, Эль Прима умрет. Так, а почему Шелли на меня бежит? Что? Почему? Почему она Булла не убивает? Это что, снайперы, что ли? Ну, люди, которые просто снайпятся и играют друг с другом. Что это за фигня? Я не понимаю. Ладно. Ну что ж, напишите в комментариях свое мнение по поводу топа самых сильных персонажей в одиночном столкновении. Но у меня получилось как-то так. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok